История истории Две части. На область дневную и область ночную. На свет и тень. Со светом связывают динамичные преобразования в жизни общества или целой человеческой цивилизации. А вот на период ночи, к периоду ночи относят то время, когда как бы ничего особенного не происходило. Когда не было особо ярких вроде бы личностей и особого динамизма. Но ведь вот что интересно. Ночь сменяется днем, а день сменяется ночью. И подготавливаются все эти динамические действия, реформы и преобразования в ночной период. Там происходит вызревание. Там человечество как бы готовится к прорыву. Вот таким периодом накопления сил и вызревания было то, что у нас сегодня историки называют эпохой застоя. Мы ведь все как бы из той самой эпохи застоя. И даже те яркие, сильные личности, с которыми сегодня связывается развитие в нашем обществе. Патриарх Пимен был патриархом вот этой эпохи, которую иногда именуют эпохой застоя. Но я хорошо помню эту эпоху. И должен вам сказать, что очень важные и нужные для церкви процессы происходили именно тогда. Тогда накапливались силы, тогда накапливалось понимание того, как нужно решать многие из проблем и вопросов, которые потом пришлось решать. И все это происходило в нашей церкви под эмофором святейшего патриарха Пимена. В городе Богородске под Москвой в семье Михаила Карповича и Пологея Афанасьевна из Вековых 23 июля 1910 года родился долгожданный сын. В семье долго не было детей. После рождения старшей дочери дети умирали в младенчестве. И тогда мать дала обещание, если будет сын, посвятить его Богу. Так родился в праздниках положение Ризы Господней Сергей Извеков. Дитя молитвы и обета. Будущий патриарх Пимен. Моё монашеское имя Пимен переводит с греческого «пастырь». И Господь судил мне быть пастырем. Пастырь добрый полагает душу свою за овца своя. Год его рождения отмечен событиями, сполна выразившими дух времени. Это время создания первых эскадрильей российской авиации. Апофеоз техники, овладения пространством и временем. Толпа восторженных зрителей станет отныне одним из ключевых образов эпохи. Рождается масс-культура с аниматографом, с граммофоном. Это уже не народ с духовными вождями, а именно толпа с кумирами и культовыми фигурами. Год его рождения – это год смерти Льва Толстого, похороны которого вылились во всенародную демонстрацию. И Вера Комиссаржевской, трагической звезды русской сцены. Страшный мир, он для сердца тесен, Напишет тем летом Александр Блок. Пусть сильнее грянет буря, отзовется горький. Николай Второй еще величественно благословляет колено преклоненное православное воинство. Но пройдет несколько лет, и праздную буржуазную толпу сметет напор революционной массы, разрушительной и властной, с другими вождями и кумирами. Провинция еще как-то сохраняет размеренный патриархальный ритм жизни. И только одна сила в России способна противостоять разгулявшейся стихии, организующей воле церкви. В 1918 году Богородск посетил святейший патриарх Тихон. Он служил здесь, в Богоявленском храме, благословлял собравшийся народ. Благословил, быть может, среди других и восьмилетнего мальчика, Сережа Извекова. Сережа учился в школе, занявшись здание бывшей женской гимназии, построенной еще прежним хозяином города Арсением Морозовым. Сразу по окончании семилетки 15-летний юноша становится ресофорным монахом. А в 1927 году принимает иноческое пострижение с именем Пимен в пустыне Святого Духа, Параклита, Блестроица, Сергиевой Лавры. Казалось бы, ничего удивительного исполнение материнского обета, но вспомним, что жизненный выбор делался в сложнейших условиях первых пятилеток и знаменитых ленинских наборов в партии и кусомол. Молодой инок отщетливо понимал, какой тернистый путь он выбирает. Восторженные колонны демонстрантов и физкультурников движутся по Красной площади и совсем другие колонны. Другой народ верный своей вере и традиции уходит в лагеря и ссылки. Мыслители и святители Алексей Лосев и Ларион Троицкий Петр Зверев и Павел Флоренский на Беломор-каналах и лесоповалах дружно осуществляют свой вклад в социалистическое строительство. Прибывший из-за границы Максим Горький одобряет способы их перевоспитания. В эти годы рождается великий замысел художника Павла Корина. Картина крестного хода, выходящего из царских врат Успенского собора. В центре три патриарха. Тихон, Сергий, Алексий. И справа, в первом ряду, фигура молодого иеромонаха, смотрящего прямо нам в глаза будущий патриарх Пимен. Иеромонах Пимен дружил с художником и нередко бывал здесь, в мастерской Корина. Картина не состоялась. Остались лишь пронзительные этюды и эскизы. Пройдет 30 лет, и митрополит Пимен возглавит в Новодевичьем монастыре отпевание великого русского художника. Глубоко верующий человек и гениальный художник Корин по какой-то таинственной, нечеловеческой интуиции делает молодого Пимена практически главным героем своей картины. Проступают лики грозно у безликих на лице. Лик церковной России, Руси восходящей. Великая Отечественная застала Пимена в ссылке. Отсюда он был призван на фронт. Единственный случай. Патриарх был не только церковным подвижником и исповедником, но и доблестным воином, защитником Отечества. В 43-м его запишут пропавшим без вести, а он был ранен и предстал потом перед неправедным трибуналом. Спас его генерал Ватутин, в штабе которого его знают. Победу он встретит, снова у алтаря Христова, в древнем Муроме. Псково-Печорский монастырь станет главным местом его послевоенного служения. Здесь завершается становление архимандрита Пимена как монаха, молитвенника, настоятеля и духовного. Отца. Что такое духовное совершенство, учил он? Это постоянное молитвенное общение с Богом, постоянное духовное горение. Как сказал преподобный Пимен Великий, кипящему сосуду не прикоснется и муха, если же остудить сосуду. Какие только гады не войдут в него. Он вникает и в хозяйственную жизнь обители. Сам учится косить и жать хлеб серпом, пилить дрова и работать в кузнице. Входит в подробности пасеки и скотного двора. Но главное в этот период полностью раскрывается его талант священнослужителя и регента. Его службы привлекают красотой и молитвенным вдохновением множество народа. Проповеди всегда краткие, яркие и доходчивые проникают в самую душу. И мало кто знает, что в уединенные ночные часы строгий и добрый настоятель пишет стихи, простые и безыскусные. Всех сокровищ дороже на свете эти люди теперь для меня. Ведь отец и духовные дети чувства светлое ярче огня. Во епископы он был рук положен в годы так называемой хрущевской оттепели, когда мир был покорен искусством Улановой. Твардовский сделал новый мир самым читаемым журналом. А Пастернак, Шостакович и молодые эстрадные поэты стали новыми властителями дум. Для русской церкви это время отнюдь не стало летом благоприятным. Полет Гагарина соседствовал с продолжающимся варварством в отношении церковных памятников. Казенное благополучие призвано было лишь прикрыть все то же враждебное отношение к православию и духовности. К традиционным формам духовной жизни общества, в том числе сотрудничеству церкви и государства в рамках борьбы за мир и других официальных акций добавилась новая тревожная нота. Движение диссидентов, первое публичное выступление которых связано было с подавлением пражской весны, когда в 1968 году страны Варшавского договора вынуждены были ввести танки в Чехословакию. В эти годы митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен является уже ближайшим сотрудником правой рукой патриарха Алексия. И когда святейший Алексий четверть века возглавлявший церковь скончался, вместо блюстителем, а затем и преемником его стал закономерно митрополит Пимен. Всегда в ответственные минуты жизни он находил благодатную помощь, утешение и укрепление в молитве. Когда был в лавре, спешил приложиться к живоносным мощам преподобного Сергия Радонежского. Так было и перед началом Поместного Собора 1971 года, избравшего его патриархом Московским и всея Руси. Викарные епископы, клир и паства Московской епархии, избираем патриархом Московским и всея Руси, высокопреосвященного Гафимина, митрополита Крутицкого и Коломенского. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ефимин, от священной поместной собор Русской Православной Церкви избрал тебя патриархом Московским и всея Руси, принимающий ты это избрание. избрание меня от священным собором Русской Православной Церкви, патриархом Московским и всея Руси, приемлю, благодарю и немало вопреки глобою. Субтитры создавал DimaTorzok Сам торжественный акт интернизации воплощает в литургических формах основную идею патриаршества. Всенародный избранник увенчивается патриаршем, куколем, символизирующим церковное единение. Старший из иерархов вручает ему посох, знак учительства и власти. Святительское богослужебное облачение завершается амафором, символом той самой овцы, за которую жизнь свою полагает пастырь добрый, печальник церковного народа. патриарх исторический есть помощник главы государства, царя, императора, помощник во всех духовных вопросах и одновременно представитель народа. Он духовно свидетельствует праведность и законность государственного управления. Именно так понимал свою роль царь Федор Иоаннович, поставляя первым патриархом святейшего Иова. И после смутного времени, когда патриарх во многом заменял для безначального народа отсутствующего монарха, новоизбранный царь Михаил Федорович восстанавливает державу рука об руку со своим отцом, патриархом Филаретовым. Сложнее и трагичнее сложились отношения царя Алексея Тишайшева с патриархом Никоном. Период тесной дружбы и сотрудничества сменился резкой размолвкой и принципиальным противостоянием царя и патриарха. Царь Петр в своей широкой программе преобразования и вовсе не нашел и не искал духовной опоры в лице патриарха Адриана. Царь счел за лучшее вообще отменить патриаршество. Только поместный собор 1917 года восстановил в русской церкви патриаршее возглавление. Святейший Пимен патриарх нового времени действовавший совершенно в иных социальных и политических условиях чувствовал себя по его собственным словам пленником золотой клетки. Лучше бы говорил он явное гонение чем жизнь под постоянным тайным колпаком и давлением. Многим казался он внешне молчаливым, но кто знал его ближе и видел как он часами в последние годы сидел в безмолвии перед иконой перебирая четки, тот понимал, что святитель был великим делателем умной молитвы. Не все понимали ситуацию в которой жил и работал патриарх Солженицын в своем открытом письме и другие диссиденты обращали свои упреки не столько против режима сколько против иерархии. Пусть пишут с горькой иронией говорил святейший походили бы они пару дней в моих башмаках. А народ любил своего святителя верил ему и патриарх знал знал это вот я и дети которых ты мне дал эти слова я хотел бы сказать Господу когда он призовет меня к себе говорил Пимен незадолго до кончины Бог судил ему дожить дорубежных событий в возрождении духовности в нашем обществе юбилей Куликовской битвы в 1980 году всколыхнул Россию когда власти решили в приближении тысячелетия крещения Руси предоставить церкви один из московских монастырей для патриаршей резиденции патриарх выбрал древнейший Данилов монастырь основанный еще в 13 веке это было чудо Божие скажут потом современники о возрождении Даниловского монастыря в день обретения мощей благоверного князя Даниила 12 сентября 1985 года святейший впервые служил в Покровском храме возрожденной обители если вспомнить какими благами по милости Божией мы располагаем сказал он однажды главным из них нужно признать время в чем его положительная ценность время не только уходит но и приходит и оно пришло время возрождения и воскресения политики снова пытались использовать в своих целях толпу как силу стихийную и разрушительную а цель снова и снова обращала толпу в народ придавая движению духовный смысл часто говорят о роли которую сыграли в приближении новой эпохи религиозные диссиденты но забывают о великом значении той работы какую выполняли издательский отдел Московской Патриархии и Духовной Академии К тысячелетию Крещения издан первый памятник русской библейской письменности Астромирова Евангелия Слово Божие вновь становилось источником духовной энергии возрождающейся нации Другим источником стали новые канонизации В лике святых прославлены Амвросий Оптинский и Паисий Величковский Андрей Рублев и Феофан Затворник Дмитрий Донской и Ксения Петербургская Игнатий Брянчанинов Максим Грек Митрополит Макарий первый патриарх Московский Иов и первый в 20 веке Святейший Тихон Всенародное празднование тысячелетия Крещения Руси стало подлинным знаменем времени наступление новой эпохи в истории Церкви Главным здесь было не только историческое осознание определяющей роли православия в прошлом в строительстве русской державы и русской культуры но и реальное освобождение от 70-летнего духовного наваждения возвращение к национальным истокам к неустаревающим ценностям Евангелия и Церкви и вновь как 400 лет назад восточные патриархи были свидетелями торжества православия в России Дорогие братья и сестры я хочу поздравить вас в этот праздничный наш день с юбилеем тысячелетия святого крещения Руси пусть Господь дарует вам здоровье и сил и чтобы вы всегда принадлежали русской православной церкви таков завет патриарха вслед за князем Владимиром выбор народом веры православной еще на тысячу лет вперед патриархи 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 спать хорооооа по